Олег Хромов, говоря о важности проведения таких мероприятий, отметил, что субботник – как прививка. Он создает иммунитет от бездумных действий по отношению к предметам, ставшими ненужными. Ведь те, кто затратил собственные силы на общее благо, никогда не станут мусорить. В шестом микрорайоне в борьбу за чистоту вступили более ста человек. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, приняв участие в субботнике, вышел с инициативой разделять отходы. «Французский вариант, самый простой вариант. То есть для раздельного сбора мусора делают отдельный контейнер для всех бутылок, для всех упаковок и так далее. Потом это будет сортироваться на отдельную территорию, в промышленную зону». «Должен, наверное, приучать наших граждан, жителей Подмосковья, раздельно собирать мусор. С этой инициативой в любом случае мы выходим. И с 1 января мы уже будем это инкорпорировать во все управляющие компании. Минципалитет, управляющий организацией, которые будут раздельно собирать отходы, мусор и будут за этим очень внимательно следить, то тариф мы предлагаем сделать ниже, чем тем организациям, которые будут в одну кучу собирать». Участники субботника сортировали мусор по разным пакетам. Данный процесс позволяет подарить отходам вторую жизнь. Также были демонтированы, несанкционированы рекламные конструкции и убраны сухие деревья. «Мы сегодня работаем не только на территории, которая находится в муниципальной собственности, но в том числе зашли в Гослесфонд и с помощью наших представителей подольского лесничества делаем и вырубку аварийных деревьев, сухостойных». Помимо уборки в сквере был повешен скворечник – один из трехсот, сделанных из главной новогодней ели страны. После январских праздников кремлевская елка была демонтирована и транспортирована в Истру, где из нее сделали кормушки для птиц. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.